Спасибо, Алексей Сергеевич, за представление. Давно созрело, может быть, даже в чем-то уже и перезрело, начать как-то воплощать в жизнь. Я имею в виду как раз госпитальную оценку технологий в широком масштабе. Но, как говаривал Марк Порций-Катон, как вы помните, Картага Аделенда Эст, он, правда, заканчивал каждый раз свои выступления замечательной фразой, что карфаген должен быть разрушен. И в конечном итоге добился своего, карфаген же был разрушен. Я надеюсь, что рано или поздно повторение, так скажем, репетицию опять же эстматор студиорум, поэтому я надеюсь, что повторение одного и того же достигнет, так сказать, нужных ушей, кто надо услышит и рано или поздно удастся все-таки сдвинуть с определенной точки мертвой эту проблему. Поэтому я постараюсь не очень долго задерживать ваше внимание, так вкратце напомню все-таки, о чем идет речь и что, собственно говоря, подразумевается под госпитальной оценкой. Ну, а начну, так сказать, с традиционного определения самой оценки технологии здравоохранения. Ну, что такое технологии здравоохранения? Это междисциплинарная область, направленная на обеспечение высокого качества информации о клинической эффективности или действенности технологии здравоохранения, эффективности затрат на эти технологии, а также социальные и этические последствия их использования в целях поддержки информирования лиц, принимающих решения в области здравоохранения. Это такое более модифицированное, но приближенное к практическому здравоохранению определение уже не международного агентства по оценке технологий, а канадского агентства для разнообразия. Ну, уровни проведения в мире различают как раз на госпитальный, региональный и национальный. Если на национальном уровне у нас наметились довольно существенные подвижки, по крайней мере теперь комплексная оценка технологий уже входит, вошла в обязательный обиход при составлении ограничительных перечней, то, что касается региональной и госпитальной, тут пока похвастаться особо нечем. Значит, ну, со стороны, например, руководителей учреждений есть определенный запрос, на наш взгляд, значительное количество новых технологий, в общем-то, диктует такую необходимость, но при этом существует у каждого стационара ограниченный бюджет, и в этом как раз бюджете он вынужден рано или поздно принимать решение, какую технологию все-таки покупать, а какую нет. Ну, и нет у нас как такового стандарта госпитальной ОТЗ. В мире как бы госпитальная ОТЗ представлена различными организациями, различные организации ее пропагандируют, пытаются имплементировать в разных странах. Организационные модели госпитальной ОТЗ, они претерпевали определенную эволюцию, да, с 70-х годов, как вы видите, да, то есть в конечном итоге есть надежда, что вот эта интеграция, как бы она случится и в нашей стране. Ну, в центре внимания госпитальной ОТЗ это актуальная задача и стратегия развития конкретного учреждения, в этом, собственно говоря, ее особенность, в отличие от прочих оценок технологий, потому что она привязана непосредственно к конкретному учреждению, и, ну, существует и применимая к условиям конкретного учреждения альтернативы рассматривает, и особенности инфраструктуры учитывает и уровень подготовки кадров. Этапы ее проведения вы видите на экране. Значит, если их детализировать немного, то для изучения, для анализа, так скажем, госпитальной оценки проверяется уровень доказательности сведений об эффективности, то есть ничего сверхъестественного, все делается в том же самом режиме, русле, как и в настоящей большой взрослой комплексной оценке. Но, тем не менее, все это делается в определенных рамках, и временных, и объемных, поэтому, как нетрудно догадаться, скорость проведения этой оценки, она существенно отличается от скорости проведения большой комплексной оценки. Ну, приоритеты какие при принятии решения о внедрении технологии на уровне стационара, особенно опираясь на экспертное мнение, это происходит в основном, то есть клинические преимущества, вы видите, что в последнем, в последней графе это поддержка экспертов, то есть клинические преимущества это как раз уровень экспертов. Та же самая история связана с затратами, связанными с внедрением, с доступностью, влиянием на значимые исходы, и уровень, так скажем, ее актуальности, этой технологии. В разных странах, на самом деле, используют различные источники, в основном это такие интегративные базы данных, вот на экране представлены данные, которые представлял профессор Миняти в 2014 году. Уровень учета, экспертного мнения при принятии решений, значит, он на самом деле различный в различных учреждениях, но тем не менее показатели, которые в этой ситуации исследуются, они представлены на экране, они как бы достаточно стандартизованы. Значит, ну, соответственно, в зависимости от того, какие, значит, показатели оцениваются, им присваивается различный, так скажем, уровень значимости, и на экране вы можете видеть, что речь идет там о достаточно широком спектре показателей. Собственно, сам процесс принятия решений достаточно выглядит просто, да, из стандартного вот этого квадрата на, значит, ну, как бы правильнее выразиться, преимущество получает тот, который находится в правом верхнем квадранте, да, то есть по соотношению риска и пользы, то есть когда он и дешевый, и полезный. Речь идет о каком-то продукте, о какой-то технологии. Ну, вот, в частности, значит, каковы, по данным испанского, испанской исследовательницы Санпетра Колом в 2014 году, внедрение, последствия внедрения госпитальной ОТЗ, вот для примера, да, на результатах анализа 23 исследований было отмечено, что, значит, из этих 23 исследований было принято 12 технологий, при этом сокращение расходов произошло приблизительно на 4 миллиона евро, а 11 технологий было не рекомендовано, и, соответственно, не было потеряно порядка 13,5 миллионов. Да, то есть это такие достаточно значимые цифры, особенно с учетом того, что это достаточно небольшое количество исследований, но, тем не менее, это говорит о том, что это очень серьезное перспективное направление, в котором имеет смысл работать. Ну, и, собственно, выводы, которые нужно сделать из всего вышесказанного, это то, что целью госпитальной ОТЗ, как и везде, является поддержка управленческих решений, субъектом госпитального ОТЗ является все та же любая технология, но по данным, которые сейчас мы можем иметь в открытом доступе, чаще исследуют медицинские приборы и оборудование, а вовсе не лекарства. Ну, и формат госпитального ОТЗ – это от независимой группы до формализованного, интегрированного отделения в рамках какого-то медицинского учреждения, любого уровня. На этом, собственно, коллеги, все. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...